Теперь мы рассмотрим с вами методы аугментации мягкотканного комплекса в области имплантатов в момент установки формирователя лица. Один клинический случай мы уже в разрезе вести булопластики вчера с вами рассмотрели. Там тоже все это не сложно. Аугментация неогнутым аутотрансплантатом с моделированием межзубных сосочков, аугментация подвергнутым аутотрансплантатом на ножки и аугментация дефектов также с лоскутом на ножках. В основном самые эффективные методики, простые, малоинвазивные, дающие максимальный результат. Установлены заблаговременные имплантаты, подошел срок их раскрытия, оральный разрез, два вертикальных шва, разрез, извините, пожалуйста. Мы это все отсекурируем. Лоскут здесь у нас, обратите внимание, расщепленный. Мы надкосницу оставляем на верхней челюсти. На нижней чаще всего не получится так сделать. Поэтому мучиться не надо, мучить пациента тоже не надо, иначе ваш лоскут превратится просто в кружево, когда вы начнете его расщеплять. На верхней челюсти 100% расщепляетесь, оставляете накосницу с тканными волокнами в области лужи, лужи от препарированного и смещаете всю эту часть опекально. Метод по сути такой же, как опекальное смещение. Устанавливаете формирователи, делаете на лоскуте перемещенном надрезы, чтобы вот эти сосочки уложить сюда между имплантатами. Все это фиксируете крестообразными швами и потом фиксируете вновь перемещенный опекально смещенный лоскут, вертикальные швы ушиваете и добиваетесь просто стабильной фиксации. Я крестообразные швы еще накладываю вестибулярные, для того, чтобы прижать вот это вновь получившееся. Иногда крестообразные горизонтальные требуется положить, особенно внизу, потому что мышцы сильные, все щеки тянет, и он начинает у вас там ерзать, гулять, как-то отходить. Тут ушивается все по необходимости, по мере того, чтобы это все стало монументально стабильно и мобилизовано. Подвернутый лоскут, такой же разрез, расщепили, здесь создали карман, деэпитализировали поверхнюю часть, подвернули подвернутый лоскут. Его можно делать для одного имплантата, можно для нескольких, но нижней челюсти очень актуально. Он создает, где особенно в условиях мы тонких, атрофичных тканях устанавливаем имплантаты, очень удобно подвернуть и создать не только прикрепленную десну, но и такую по качеству более объемную. Потому что иногда то, что можем мы забрать вот с этой поверхности гребня, истонченного, такого, мягко говоря, качества сомнительного. Она очень тонкая бывает, особенно у женщины ее мало, поэтому таким образом можно еще подвернуть и создать еще больше объем. И фиксация по образным шлом очень удобно, язычно вкол здесь вышли, обвили вокруг имплантата, вкол, выкол язычно завязали, как бы притянули вот этот вот конгломерат мягко-тканного комплекса, подвернутый, да, этот лоскут вокруг формирователя Дисней. Еще раз. Разрез. Всегда орально. Вертикальные продлили сюда, потом по мере просто надобности их можно продлевать чуть за мухогенгивальную границу. Это достаточно. Деэпитализировали. Отсепарировали. На верхней челюсти оставим надкосницу с инфлинтканами. На нижней, скорее всего, что полнослойные сделали. Создали карман. Вот здесь, в которой вы будете подворачиваться и подвернули эту лоску. Формирователи поставили, ушили. Вопрос. Часть, которая обращена к формирователям, она частично дебитализируется или нет? Вот же, мы начали с того, что мы здесь дебитализируем вот это. Только перед ослоением, иначе вам потом это будет просто технически не сделать. Разрез. Дизайн. Дебитализация. А потом... Не все же поверхности дебитализации. Почему? Фактически вот до сюда получается почти весь крепень. Да, он уже у вас весь подвернется туда. А там не закончится, получается, придется? А нам же с шахтой импланеткой бы забыть. Ладно, через нее прошел и все. Ну, там все очень визуально просто будет, да. Если вы международные? Да, конечно, да. Мы сегодня на самом деле вот это все с вами подделаем руками, чтобы вопросы сразу у вас начали. Извините, певер, у вас после имплантации через какой период идете на данную методику? Вы знаете, я иногда во время имплантации это сразу делаю. До уставок. Если нет, понятно, если под заглушки вы там поставили, да? Если поставили под заглушки, как всегда, 4 месяца выждали, чтобы можно было работать с имплантатами, я и работаю. Но я чаще всего делаю, если я сама делаю, планирую, я сразу иду на какой-то вариант аугментации в одну операцию. Я очень не люблю вот эту растянутую во времени, потому что после этого придется ждать. И ждать месяца полтора, два, пять. Но в любом случае, вы же все равно колите, режете там, почему не сделать это сразу? Тут, как правило, в этой зоне адентифа, почему у вас там может быть проблема? Нестабильность имплантата, с чего он там будет нестабильный? Ни лунки, ничего, да? То есть все, диаметр вы выбираете согласно чтению колокоперта. Не должно быть какой-то проблемы. Вот это с сосочками, да, фотографии с сексацией. Еще раз, мы сегодня все это можем с вами поделать, посмотреть, поимитировать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok